всем привет сегодня чертовски жарко а я решила пойти русский магазин этот магазин я называю армянский потому что хозяева из армении видите вот как он украшен с фасада и надпись как видите поясняет посетителям что это за магазин ближайший к нашему дому русский магазин закрылся на отпуск поэтому внутри сентября поэтому я пришла сюда но он к сожалению закрыт пока что на обеденный перерыв чего здесь случается нередко в прочих магазинах именно испанских вот русский магазин обычно работают без перерыва но этот вот с перерывом это улица майорка находится она позади гостиницы от и нас и здесь же гостиница вот такая небольшая ну как небольшая вполне себе леонардо это трехзвездочная от и нас четырехзвездочная правда сейчас от и нас подвержен дичайшему шуму днем потому что там идет ремонт дороги перед гостиницей но это дело нужно поэтому те кто как говорится о сиюминутном комфорте будет говорить конечно им да они приехали на сколько-то дней им весьма проблематично но ночью также вечером они дорожные рабочие имею ввиду стопроцентно не работают поэтому заснуть ночью получится это спальный район здесь нет каких-то шумных сборищ шумных каких-то досуговых центров тот жилой дом которым находится магазин и рядом вот этот леонардо он получается стоит практически спина к спине к этому от и нас у ну просто что на другой улице а от и нас на большом проспекте меридиана так я вот думаю где мне пока посидеть я сюда пешком притопала собираюсь дождаться открытия хочу купить облепиху надеюсь у них есть в основном русских магазинах здесь замороженные ягоды продают надеюсь армянский русский магазин тоже продает вот там вот 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 где это машины едут то есть улице меридиана она под углом идет здешним улицам если так можно выразиться вот такая планировка данного района так пока сижу жду хотела сделать свой автопортрет какой-то мне вид заспанный показываю вам вот такой вот треугольный мини-парк я вот тут на скамеечке сижу довольно длинный но эту сторону еще продолжается вот это меридиана проспект где ремонтные работы и вот в ту сторону от и нас позади меня буквально и справа если так биографически ну здесь в этом треугольнике таком небольшом парке вот за таким заборчиком впереди вы видите это детская площадка здесь очень традиционного делать такой заборчик им огораживать детские площадки по периметру для совсем маленьких детей ну там и не очень маленький только заходит играют здесь народ сидит на лавочках так ну пока я жду мы будем терять время проведем можно сказать ботаническую экспертизу кто мне скажет что это за растение сейчас один плод оторву сухая коробочка такая вот само дерево выглядит вот таким образом такой ствол одновременно он и на тополе на фикус похож вот смотрите вот так хорошо видно так давайте его рассмотрим этот плод коробочку с трудом большим поломалась мухи липкие эти августовские видите вот эти вот семена тоже довольно жесткие такие и с цен вот эти вот иголочками щетинками ай как они пальцем липнут и вот очевидно они на шерсть собаки допустим могут прилепиться и просто по земле перекатываться зацепляясь за какое-нибудь препятствие и потом давая подсходы вот такое растение надо идентифицировать так ну убила я бруснику в магазине пел при палке ветер задувает так ведь не могу открыть обратно приехала на метро с боязнику пока я дойду брусника растает но она кстати метро уже очень сильно подтаяло жарище я вам уже докладывала 33 градуса поэтому сейчас пойду приду домой точнее и буду ее сразу есть уж очень хочется ягод с ягодами конечно там было не густо но продавец сказал завтра подвезут разные ягоды хотела облепиху еще не знаю завтра я попаду в этот магазин вот такая прогулка а это метро без осмар только другой выход я пошла другой выход забыла что я с обратной стороны приехала не так как всегда ничего страшного по поверхности прогулялась еще лучше чем в подземелье